Сегодня в Карелии стартовала единственная в мире снежная раллийная гонка этап Кубка Мира Северный Лес. Трасса эта проходит по живописным заповедным местам недалеко от границы с Финляндией. За два дня гонщики преодолеют свыше 300 километров. О трассе и ее красотах узнаем от Сергея Чернятьева. Баха Северный Лес традиционно открывает чемпионат России по ралли-рейдам, а начиная с 2014 года еще и Кубок Мира ФИА. Российская гонка – единственный зимний этап в его календаре. Испытать свое мастерство на заснеженных узких дорожках Северного Леса приезжают даже бразильские автогонщики. Один из них в прошлом году занял третье место. Пожалуй, главные фавориты гонки, действующие чемпионы России и обладатели Кубка Мира по ралли-рейдам Владимир Васильев и Константин Жильцов чуть больше месяца назад выступали на южноамериканском Дакаре, где заняли пятое место. На Бахе Северный Лес они начнут защиту своих титулов. Мы понимаем, что на нас смотрят, за нами наблюдают, все будут смотреть, что будет в этот раз, но мы и готовы к борьбе. Для Владимира Васильева нынешний Северный Лес имеет особое значение. Он один из организаторов карельской гонки, так что у действующего чемпиона двойная мотивация. Как организатор гонки, конечно, мое желание, чтобы всем гонщикам понравилась эта гонка. Для того, чтобы они приехали в следующий год, в следующий год. Гонка действительно красивая, она им удивительна тем, что единственная гонка в Кубке Мира, в снежной, проходит на снегу, на ледовой трассе. Незабываемые виды, узкие лесные дорожки, покрытые снегом и суровые погодные условия. Визитная карточка ралли-рейда Северный Лес. Хотя в этом году погода сжалилась над участниками. И на время проведения гонки в эти места пришла небольшая оттепель. И без того требующая повышенного внимания и тонкого пилотирования трассы превратилась в каток. Хотя и эта довольно теплая по меркам России погода, настоящий экстрим для катарского экипажа. Но если шейх Хамад Эйд Аль Тани впервые участвует в зимней гонке, то его штурман вообще впервые в жизни увидел снег. Тем не менее, они надеются не только благополучно финишировать, но и набрать очки в зачет Кубка Мира. Для вас здесь не очень холодно, а мы не привыкли к таким температурам. Но я очень рад быть здесь, участвовать в гонке. Уверен, это будет незабываемый опыт. Первый день, сразу же после официального старта, участникам надо пройти так называемый пролог. Гонки в гонке составляют всего 9,5 километра. Настоящий же знакомство с трассой Северного леса. Участник ждет суббор, когда его наимать 160 километров спецучастка. Но даже на коротком участке пролога экипажи успели понять, что легкой гонкой Северный лес точно не будет. Плюсовая температура и снег с дождем сделали некоторые участки трассы рыхлыми и крайне сложными. Для пилотирования. Сергей Чернецов, Владимир Кальский, Михаил Елагин. Вести. Карелия.